Итак, снова всем привет! Мы продолжаем стримить внутриклановый турнир, сейчас будет играть Шейка и Хелл. Так, прыгаем, 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 нас ждали, спасибо. Вот, так, 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 что-то тут не очень понятно. Так, а, ну всё нормально. Ну что ж, играет ладиновый Диаран Хеллрайдер и Золотой Ботас Шеклал. Чья же раса и лива сильнее, сейчас мы узнаем первая карта. Первая карта у нас опять Ахана, все её выбирают, всем она нравится. Проверяем, проверяем пока начало, всё проверяем, что всё работало. Так, так, так. Задружаемся, задружаемся. Немножко долго грузимся из-за того, что первая игра, но после перезагрузки компа у меня ставик всегда подвисает, к сожалению. Ну не всегда, кстати, а последнее время стал подвисать, что довольно-таки странно, вот. Продолжение стрима, кстати, идёт МКО, но тут что-то не хочет. Вот, тем временем загружаются у нас всё ещё Ахана, вернее всё я ещё тут мучную загружаюсь, наверное. 10 секунд, ждали столько, подожду 10 секунд. Давно мы не стримили матчи тиранов, вот, у нас их мало, к сожалению. И вот один из представителей расы тиранов. Так, и что же, у нас на 11 часах Hellrider, на 5 часах у нас Shake. Так, всё. Пока что ещё кое-что проверим. Угу, всё нормально. Ну что ж, во что будет играть Терн наш? Будет закрывать стеночку, делать это просто поставить экономичный соплай. Во что будет играть Shake против тирана тоже довольно-таки интересно. Ну, скорее всего, с одной базой, если он против зерга так даже играет. А, пилончик рядом с Нексусом, экономичный, а Hellrider поехал закрывать. Рампу поехал закрывать, его supply, потом барак, supply, стандарт, в общем. Ну, вот только что будет после барака, будет ли во время постройки барака добавлен газ, или это будет барак CC, или это будут ещё масс-бараки, или это будет 1-1, мы узнаем чуть попозже. Бустят рабов Shake, в принципе, что сейчас ещё делать, как не бустят рабочих. Да, и нужно ставить гейт, когда будет 150 минералов. Вот сейчас эта пробочка. Выходит Shake, 150 минералов, ставится гейт, и поехала разведка. А тем временем, Hellrider ставит бараки. Смотрим добавление газа, пока добавления газа нет. Ну, в принципе, ещё и рано. На середине барака, или на 1-3 добавляется газ, я его, честно говоря, не совсем помню. Ещё один буст рабов добавляется раз, скоро пойдёт ещё один пилончик от Protoss, а Hellrider не добавляет газилки, то есть это, скорее всего, барак CC, тем более он закрылся ещё, чтобы Protoss не видел, что нет газилок. Вот, Shake приедет и заехать туда уже не сможет. Может, конечно, попилить supply, но, в принципе, он довольно-таки много достроен. Вряд ли он его спилит, тем более если Hellrider контролит. Ну что ж, барак CC уже интересна, уже такую замашки на макроигру от Hellrider. Собираться начинает газ, тут добавляется пилон, добавляется кибернетка, всё пока что нормально, всё стандартно. Hellrider идёт в командный центр, ну, мутируется, трансформируется. CC в командный центр. Этот командный центр и есть CC, да? Ну, просто простой CC в командный CC, который может кидать в лоб. Пробка спряталась. А, нет, это вообще не пробка, это пилон, то есть будет какая-то у нас агрессия какая-то будет. Тогда Robotics мы ждём. А второго газа-то нет, 4 ВГП? Тоже нет, потому что бусты в рабов. И что ж мы увидим? Может быть, гейт и кибернетка Nexus? CC-шка пошла. У Hellrider. Рядом с краем, чтобы поменьше лететь. Ну, который, в принципе, можно увидеть, если сюда заехать. Нет, добавляется Robotics и второй газ. Ну, второй газ, мне кажется, поздно был добавлен, на самом деле. Ну, ладно, я не тос, всё-таки. Это будет эмо-пуш, скорее всего. Вот. Который, в принципе, Hellrider может, не знаю, пробить, если он не будет защищаться. Поехала разведка. Сталкера тут нет, есть только Зил. Зил эту разведку пропустит, Hellrider заедет, всё увидит и будет уже, в принципе, знать, к чему готовиться. Hellrider добавил две газилки по рабам 21 на 18. Пока что в пользу Шейка. Он очень неплохо рабов добавляет практически всегда. Несмотря на то, что, в принципе, многие email TOS в начале рабов иногда не добавляют. Просто втыкают. А он постоянно делает. Как только я об этом сказал, сразу рабы перестали. Ну, хотя, в принципе, раскачана уже минеральная экономика, да? Да, минеральная экономика раскачана, в принципе, рабы больше не нужны. Ну, первым пошёл... Так, рассмотрим, проехал Hellrider выше. Нет, Hellrider не проехал выше. Он просто знает, что нет нычки пока что. И всё. Добавляет он бункер. Ну, это стандартная фигня, перестраховка. И добавляет сразу два брака. Плюс делает на первом браке лабу. Hell начинает тоже у рабов клепать. Сколько у него рабочих на минералах. А вот у Hell минералов рабочих мало. Хотя 2-2-21, а где все рабы-то? Два раба строили. А вот всё, теперь всё нормально. Добавляются пристройки. Ещё одна лаба и... Один реактор. То есть будут у нас мародёры-марики. Стимпак. Газ есть, в принципе, щиты тоже газ есть. Третья сопла и стенки, один бункер. Ну, один бункер, естественно, им выщелкнет очень быстро. Ну, нужно выходить с двумя имами. Только вот, а, отличный свет от Hell. Ну, в принципе, реально. Не увидел когда-то. То есть не заехал, не увидел, надо светить. А так все здания, в принципе, стоят в центре. Hell всё увидел и теперь понимает, что там будет. Можно добавить ещё пару бункеров, наверное. И факта пошла. То есть в танки хочет. Третья. Или нет. Просто факта пошла, потому что нужно иметь деваки. Ну, по таймингу она пошла. Добавляется второй бункер. Можно добавить третий, четвёртый, перестраховываясь. Ну, не знаю, я бы добавил. На всякий случай. Потом их продать всё равно можно. Практически ничего не теряя. Идёт выход. Две центрии. Два има и гитовая армия остальная. Есть пилончик. Тут можно уже подварпивать. Хоть он далеко, но всё-таки не с мэна бежать. И пошёл. Обс пошёл. Обс пошёл. И призма полетела. То есть это будет развод с призмой. Призма на мэйн. Это армия на экспо. Ну, отлично. Отлично. Может прокатить. Всего два бункера. Если форсфилдами отжать. Если ещё с энтре подварпнуть. Минус марек очень быстро. Вот. Выводят рабов Хэл сразу. А просто надо тут майка держать. И водить рабов чуть-чуть попозже можно. Ну, ладно. Не столь важно. Призма летит. И начинает пробивать камни Шейк. Ну, с одной стороны он теряет время. С другой стороны рабочие Хэла не добывают. И с третьей стороны, если сейчас призма залетит на мэйн. Хэл, если всю армию туда хватанёт. Можно будет пробить тут. Очень много ресушев у Шейка. Вот если бы он ещё варпил бы, блин, войска вовремя. Цены бы не было. Ну, а Хэл пока что ходит, ходит. Опять же, совершенно не думая, что тут может что-то залететь. Залетает призма. Варп трех взяло. В рабочий Хэл, Хэл, Хэл. Давайте от Хэлла посмотрим. Хэл видит, реагирует. Что делать? Ладно. Те-е-е там были пробиты камни. Заходят с этой стороны. Тут уже три бункера. Не нападает на бункера Шейк. Пытается вычиснуть ЦЦ. Рабы чинят. Один бункер достреливает по зелам. Второй бункер достреливает по зелам. Эти зелки тут на мэйне бесчинствуют. ЦЦ нужно, наверное, подымать или чинить, или подымать. Зачем его так терять? Это глупо. А Шейк ничего не доварпивает. Сам ставит на эксос. Неплохие фросфилдей, которые огородили огромную часть рабочих. Еще и на гвардиан хватило. Ну, слишком много тут рабов у Хэлла. И Хэлл отбивается. Ну, в принципе, с неплохими, кстати, потерями. Потому что тут очень достаточно много потерял рабочих Хэлл. Поднять этот ЦЦ пришлось. Этот ЦЦ горит. Чини! Чини, Хэлл ЦЦ! Чини! И получается, что у Шейка по лимиту больше. У Шейка по рабов больше. И вторым Дексус уже почти достроился. Вот так вот. Вот вам и Шейк. И пытается добить ЦЦ. Зря, но ты пытался сделать. Потому что такое ощущение, что Хэлл не чинил. Она просто бы догорела. Именно тут ЦЦ отдаются на части армии. Ну, странно очень неплохая атака от Шейка была. Шейк переходит в колоссов, добавляя роботехнический узел. Ну, и отходит назад. Ну, и правильно, в принципе, делает. По лимиту все отлично. По рабам все хорошо у Шейка. Все, тут еще один налом убивается. А продаются бункера не вовремя. Хэллом, наверное. И Хэллы выгоняют с Экспо. Выгоняют. У Хэлла нету медиваков. Он забыл поставить Старпорт. И без медиваков пехота тирановская страдает. После каждого стимпак он вообще есть и есть. Щитов нету. У Хэлла нет щитов. Там уже колоссы идут. Парабан 24 на 16. Колоссов нет дальности пока что. Главное Шейку эту армию не потерять. Вовремя отойти. Понимая, что сейчас тиран накопится и будет выходить. Обс висит. Все видит. И поэтому нужно вовремя этой армии уйти. Если он эту армию не потеряет, то у Шейка огромные будут шансы на победу. Еще один вар взял. Рабов был. Сколько всего рабочих потеряно. 23 раба Шейк убил. Вот это Шейк. Молодец. 23 рабочих убил. Ну а что делать Хеллрайдеру? Переходить в медиваки и выходить гопшой. Делать дропы. Развлекать. Чинить Саплай. Ну и кстати ой 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 ой. Хорошие кстати Фросфилды. И Саплай догорит. Потеряны будут две Сентрики. И что дороже. Да. Три раба там, которые у нас сжал. Да. Три равно раба сжал. И догоревший Саплай. Который еще кстати может и не догореть. Все таки догорит. Хелл не плюет на него. Две Сентрики конечно дороже. Шейку нужно отходить назад. Нужно заказывать еще Колосса. Где Колосс то? Колосс идет в атаку без дальности. Ой ой ой. Сейчас мне боюсь Шейка отдастся просто. Зря он это делает. Колосс без дальности это все таки не то. Хотя тут Хелл сам тут майка в части отдал. Потому что каждый стимпак для майков это смерть против Колосса можно сказать. Еще часть майков отдается. По лимиту у Шейка плюс 20. Парабам плюс 12. Боевой лимит примерно одинаковый. Ой 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 какая игра. Второй Колосс делается. Нужно подварпивать. Да подварп вторых зелков есть. Трабы уже переведены на нычку. НК больше в два раза у Тоса. У Тоса в принципе все хорошо. Есть технологии. Есть все. Хелл нужно хотя бы два викинга заказывать. Он заказывает первые два медивака. Ну не знаю. Не знаю. Может быть медиваки лучше. Но викинги тоже бы пригодились. Шейк ждет второго Колосса. Нет Шейк ждет пока установят щиты у первого. Пошла только сейчас дальность. Убивается первый Саплай один. И Саплай блок у Хелла. Вот так вот. Нужно делать еще пару-тройку Саплаев. А Шейк ждет второго Колосса. Еще наверное одного пардварпа. Делает он еще и призму. Делается пардварп трезилов. Сейчас будет еще одна атака. И налом, налом от Шейка. Нет. Два Колосса. Два Колосса это уже сила. И тут армии Хелла маловато. Два медивака есть конечно. Но мало. Хроссвилды не очень хорошие. Сейчас нужно выщелкнуть этих двух Колоссов. А выщелкивать их нечем. И убивает. Убивает Шейк Хелла все. Убивает Хелла Шейк. Вот так вот. Вот тебе на. Шейк выигрывает первую игру. Молодец. 1-0. Сейчас будет лузер пик Хелла. Ждем пока нас пригласят в игру. Так. И вторая карта будет у нас Дейбрейк. Он же Рассвет русской версии. Ну что ж. Ждем. Один пуш во всех ПВТ. Ну. Привет Хеллу когда он будет смотреть. Если один пуш или одни пуши. Ну значит надо уже научиться их отбивать. Обидно проигрывать так. С одной базой играющим Протусом. Действительно обидно. Ладно. Я надумаю Хелл соберется и сейчас играет так как он умеет играть. Потому что в первой игре не показал наверное даже половину может быть максимум своих возможностей. Потому что играть он умеет особенно с Тоссом. Он играет очень хорошо. Вот насчет Тосс. Почему я так и удивился что Шейк выиграл первую игру. Потому что действительно с Тоссом играет очень хорошо. Ну что Шейк молодец. Поздравляем. Давай так держать. Поболеем за красивую вторую игру. На часе Шейк на 7 часах у нас Хелл. И я лагаю. Как так? Как я вижу что я лагаю. Ну это бред какой-то. Я вот скайп пишу. Спасибо. Спасибо.